На торжественном построении каждый второй воспитанник секции спортивно-здоровительного комплекса Одинцовского кампуса МГИМО. Здесь тренируются свыше 1200 спортсменов по 11 видам спорта. Футбол, волейбол, шахмат, тайский бокс, тэквондо, самбо, дзюдо. От перечислений всех спортивных направлений захватывает дух, как, впрочем, и от количества участников уже второго по счету фестиваля спорта. С этого фестиваля все и начинается, вот это достижение большого спорта. И вообще это хорошая прививка от плохого настроения, от наркотиков, от не знаю, чем заниматься сегодня днем или вечером. И я думаю, что это и большой успех будет для родителей. С днем рождения МГИМО. Под таким девизом участникам фестиваля предстояло удивить почетных гостей. В президиуме сплошь выпускники одного из самых престижных вузов в России. Приветственное слово от главы Одинцовского района передает заместитель руководителя администрации Виталий Савилов. Звучит гимн России и вот они, первые участники танцевальной команды от мала до велика. Таким же разновозрастным составом в зал выходят будущие мушкетеры. Чтобы стать настоящим героем и мушкетером, надо всегда, первое, защищать тех, кто попал в беду, спасать, выручать из всех бед, которые любые беды, но ты должен постараться помочь. Гордость спортивного комплекса, его чемпионы. Играющий тренер по шахматам Станислав Бабарыкин недавно одержал победу на чемпионате мира. В новом учебном году Станислав продолжит тренировать Одинцовских ребят вместе со своим наставником Александром Устиновым. Сразиться с мастером желали многие. Сеанс одновременной игры был организован здесь же, в спортивном зале. Ты хочешь сразиться с Станиславом Бабарыкиным? Ну да, хотелось бы попробовать. А ты знаешь, что он чемпион мира по шахматам? Да, ну просто интересно поиграть. Как ты свои шансы оцениваешь? Не знаю, вряд ли выиграю, но попробовать интересно хочется. Еще одни звездные участники фестиваля, призеры первенства Европы по спортивной акробатике, смешанная пара Александра Баландина и Валерия Тухашвили на днях стали серебряными призерами состязания, а Ясмина Ишанколова и Анна Яценко завоевали бронзовые награды. Во время проведения спортивного фестиваля Воденцова в Германии завершался чемпионат Европы по спортивной акробатике. Сейчас идет награждение победителей. У нас выиграли мужская группа со старого городка, выиграла у нас мужская пара тоже со старого городка, Супрунов и Миша. Поэтому наши впереди планеты всей. Сегодня заключительный день и собирают оставшиеся награды наши. Все участники фестиваля получили дипломы. Для особо отличившихся были предусмотрены оригинальные номинации. В подготовке высоко эрудированных и профессиональных кадров как никогда важна отличная физическая форма. Возможно, нынешние чемпионы пополнят ряды студентов МГИМО. Ведь в этом вузе любой талант найдет свое применение. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Оденцова».